всем привет друзья сейчас буду смотреть первую серию битвы геймеров ждал ее достаточно долго это не было новостью я надеюсь для всех о том что меня туда взяли потому что были спойлеры прямо на сайте битвы геймеров короче я долго здесь разглагольствовать не буду на придем сразу к самому интересному хочу только предупредить о том что я уже несколько раз видел этот выпуск и видел как комментируют другие ребята это видео почему да потому что мне не терпелось и очень сильно хотел посмотреть но к следующей серии я исправлюсь мое первое впечатление буду записывать сразу же на камеру и заливать его на канал сейчас же я буду объяснять что произошло что упустили в этой серии что будет дальше может быть какой-то микроскопический спойлер дам а может и не дам посмотрим по ходу записи так что друзья давайте хватит болтать и смотрим что происходит у ну в принципе играть меня человека который видит впервые думаю точно не стоит и начинаем заставочка кстати красивая мне нравится в этом году больше заставки чем в прошлом году было стрёмно скажу честно сначала было не страшно когда завели помещение посадили как бы понятно нам какие-то люди общение было пока все выставил выстраивали но потом когда начал этот чувак ржать там что-то говорить это было реально стрёмно напустили газа никакого звука кроме чувака не было и минут 30 мы сидели в такой атмосфере прям чтобы гидать нас посадили заранее чтобы нас проникла все это я реально не знал кто рядом со мной и как много людей я честно говоря думал что все будут в одном помещении вам нужно как-то скинуть мешки попробуйте кто-нибудь железный обозреватель читер руслан лысенко руди последний что видит мои противники в играх это мои шутки пафосно сам себе придумал и взяли это и запостили видос думал честно говоря что что-то придумает но да ладно это такие мелочи напишите в комментах пожалуйста как вам вот этого типуля которого нарисовали может быть я возьму оригинал этой картинки буду использовать для своих видосов потому что вроде бы рисунок прикольный но я не уверен похоже это на меня либо не похоже поэтому прошу ваше мнение в комментариях напишите продолжаем кратас прикольный чувак на самом деле оказывается он пытался выйти со мной на связь до проекта заранее ну вы сейчас очень-очень до проекта где-то за полгода но что-то я как-то не ответил не знал кто он такой сейчас хорошо раздаконились это было жестко я я поставлю снова паузу это здесь было жестко потому что я в интервью говорил об этом но этот момент не вставили я объяснял почему я так боюсь этой системы реально почему-то с детства боюсь всяких жуков червяков прочей фигни я даже с отцом на рыбалку всего лишь один раз пошел это ни одного червяка на удочку не натянул мне короче это все противно прям прям мышцы ломает аж вот настолько противно когда я увидел вот это вот перед собой у меня такое ощущение что у меня было ощущение что организаторы вышли на связь моими родными и спросили что я боюсь больше всего и в принципе это реально одна из тех вещей которые которому меня самое сильное отвращение одна из тех вещей и я когда увидел я сначала ну короче этого не показали в программе я сначала подошел к миске увидел что там происходит думал что нафиг туда подходить это просто декорация зачем мне подходить к этим червякам и начал искать другие варианты как выпытаться из этой ситуации но когда девочки начали говорить поройся что там ну короче моя первая реакция сейчас на видео там был правда мат но они его вырезали я испугался реально очень сильно вот я сразу попытался ногой вытянуть но эта тарелка была каким-то образом прикреплена к деревяхе ну то есть она не была прибита на дне не было гвоздя по крайней мере я не видел она была каким-то образом сильно приклеена я не мог ногой никак сдвинуть и перевернуть понятное дело я бы перевернул вместо того чтобы я дрожь через тело взяла в пятки все ушло блин это так противно как лицом туда влез блин снова вот это вся фигня капец еще и ртом туда лезть а там к ключу прицепился один из зоо что-то там короче такие червяки не червяки это личинки которые древесные вроде бы личинки которых можно поджарить и сесть но они там были живые они реально там были живые еще какой-то вкус такой был дурацкий на ключей на пластике такое ощущение что-то вкус ах хамуха просто пока я рассказываю об этом всем вспоминаются очень хорошо все это когда вижу когда смотрел без записи реально как-то было намного легче когда я сейчас раз начиная рассказывать свои впечатления еще дополнительно почему-то вот эти вот впечатления ощущения вкус они возвращаются ладно я не буду пытаться утрировать все это это было реально противно не показали особо этого цепь которая сдерживала меня за спиной руки она это же цепь сдерживала и кратоса и до того как мне сказали подойти к тарелке с червяками снова и посмотреть там что-то мы пытались сделать иначе со стороны кратоса была болгарка и удлинитель который может которому можно было подключить болгарку я сказала смотри там болгарка подойди к ней попытайся как-то присесть там взять ее и там за спиной включить ее в сеть и попытаться аккуратно за спиной перерезать хоть что-нибудь чтобы мы могли проще как-то потом коммуницировать однако до болгарки он еле-еле дотянулся до удлинителя он дотянуться тем более не мог и в итоге получилось так что пришлось придумать что-то другое в этот же момент близняшки снова сказали посмотри что перед собой я подошел сказал там тарелка с червяками они говорят посмотри может быть там что-то есть и они были правы с этой догадкой что стоило там что-то посмотреть так что реально программе не все было показано что произошло поэтому я буду стараться вам рассказывать какие-то больше детали что было не буду рассказывать какие-то организационные моменты потому что они тоже занимают время это мелочь это никому не интересно самое интересное то что происходило идем дальше вот я себя освободил и пошел его освобождать болгаркой лежит только руки мне не отбили сначала я болгаркой думал перерезать цепь которая сдерживает его руки чтобы он руками мог мне помочь натянуть цепь которая держит ногу однако получилось так что я только потом заметил что этот эту цепь из рук можно просто вытянуть и типа мол это изначально не придумывалось как необходимость болгарка перерезать цепь да и опасно это было перерезать цепь на весу если бы он держал ее руками проще было перерезать цепь снизу которую ногу держала и потом уже вытянуть цепь рук слишком много слов цепь давайте пойдем дальше я очень много болтая реально много чем могу рассказать про то что там происходило пойдем дальше как она работает реально впервые болгарки работал тогда руки так сильно болели из-за стяжек пластиковых обратите внимание на руках реально стяжки так болят так перед затянули сильно страстные были стрёмно я понимал что там летят искры они могут попадать на тело может быть больно но никогда с ней не работал но в свою защиту скажу что я все-таки работал с бензопилой и прикиньте кратос тогда всю съемку весь день все что мы делали тогда в тот день он реально до самого вечера до конца ходил с этой цепрой тупо весь день он не мог ее снять был мы сначала не думали с болгаркой и от ноги как-то отделать и куда блин там к ноге болгарку подносить лучше не стоит а перерезать было нечем и реально типули весь день проходил с цепь на 7 килограмм он даже и за пояс как ты так заворачивал что было попроще что было полегче но это потом уже это уже частичные спойлеры которые на самом деле не влияет никак на сюжет и вы по любому будете удивляться и радоваться так я очень много болтаю давайте послушаем что там девочка говорят для того чтобы вы слышали понимали что происходит здесь есть еще люди это было странно вы мешаете люди ничего не говорили было полнейшая тишина находится только девочки это тип типуля который орал постоянно а вот этого кстати не знал что происходит нас реально разделили на три разные группы и я не знал что происходит у других только примерно догадывались что у девочек но кто потом блин конечно на холоде там жестко один хоть перчатка что-то хорошо старик первые мысли что я вижу что на них тоже отец на голову что надо помогать надо их освободить освободить их не могу потому что я сам связан то есть я могу скоординировать ребят слышите два дерева у вас и привязаны друг другу я пошел пошел тренер уже работает все двух деревьев хорошо спустите мобилево там костер а если чтобы у вас сгорелся веревка понял опускайте как можно ниже вот так да еще да еще слева парень стоит зеленый как тебя зовут максим как максим максим ниже опускай может пустить еще ниже еще 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 ниже опускайте чтобы у вас веревка горела на костре а куда ниже чувак вот нормально так и держите у меня норма да то есть уже горит на принципе нормально так и держите так и держите и ходит он осматривается а что вокруг нас а те пули горят девочки есть девочки есть девочки да нет кстати цифра цифра 5 обратите внимание только что была я думаю это понадобится для того чтобы вы выигрывали какие-то призы на розыгрышах то есть надо будет как в прошлом году скорее всего вводить эти призы вводить эти цифры которые увидели в разных выпусках и только после того как вы угадаете эти цифры которые показывались вы будете участвовать в розыгрыше там компьютера наушников и всего остального там реально офигенная тема вообще к hyperx подмутили красавчики максин старосвицкий классный чувак это из the room factory они делают очень крутые скетчи я буквально я только после битвы геймеров на самом деле зашел к ним на канал и узнал кто они такие и наверное скетчи 15-20 за один раз проглотил посмотрел потом личные каналы что там происходит но как по мне самое крутое они мутят вот именно в связке вместе вот именно на room factory миша миша респект твоим бровями не знаю кто тебе их не выщипывает брови конечно бомба мне тоже вот это вообще изи просто так лайтово девочкам были нас реально так распирала вот потом увидите потом увидите короче такая изи капюшка у девочек тогда было просто не очень искать лут выживать я не знаю я только с тяпкой бегаю классно вам вы понимаете о чем вы говорите сейчас ваша бабушка зашла в игру какая-то дверь я слышала и вероника это если вы не знаете та самая винишка тян знаменитая которую сейчас еще и начинает дополнительно россия 24 продвигать у них сейчас такие разборки происходят пока что в онлайне что будет дальше непонятно но девочка вполне себе забавно ведет стримы и канал там есть что посмотреть так что заходите на ее канал посмотрите ник за веронику точно так же как и было так это марина стримерша геймер ведущая и журналист девочка реально сделает всякие репортажи из киберспортивных мероприятий я когда я впервые увидел даже не думал что она чем-то таким занимается думала она там последовательница карины стримершей там просто пошла в стримы после того как увидела успех девочки но типа она посерьезнее к делу значительно подошла и явно не из-за кариной стримера пришла на все это это ника жена сени треноженко который был в прошлом году на проекте вообще мега барышня прям моментами хочется сказать баба мужик прям вообще что-то тут не так что-то там должно то есть в лимузине там что-то положит что-то странное или какое-то сразу задание будет странно но все как-то пошло гладко нормально конечно нормально на линкольне катаюсь да 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 ну соединяем просто вещи потому что последний раз когда я открывала шампанского себя на день рождения я купила себе стекло в комнате и вышло все очень неприятно так что давай наверно я пробка летела в лоб один раз я один раз жизнь не открывала за зубами за зубами шампанское я сразу поняла что ну наверно с этими девочками я смогу сдружиться что девочки за знакомство ну что давай за первый день выжимаем как может они говорят что здесь есть еще люди и тут было странно потому что эти люди ничего не говорили была полнейшая тишина мы не понимали кто кто здесь находится Саша Хелдор кто не в курсе чувак делает всякие реально нарезки прикольно по Counter Strike по GTA в основном мы нашли Хелдора и он был прикован к кодовому замку это было мега странно потому что мы вообще не знали что делать и сразу блин мы так долго искали у нас это просто такое фейлище был мы так долго искали пароль от этого кодового замка хотя реально он был очень рядом с ним и видим там туча мусора подходим к нему начинаю перерывать смотрю какие-то ошметки от коробок быстро собираю эти ошметки от коробок потому что на них какие-то цифры написаны начинаем собирать постепенно эти цифры потом видим что этих коробок очень много эти цифры перебирать очень долго и явно это не то все должно быть немножко но проще И реально только тогда нам стрельнула в голову идея о том, что он сам стоит на этом коде В итоге увидели топор, увидели пиву и увидели, что он стоит на ящике деревянном Соответственно, этот ящик можно открыть как-то Ну и я долго не теряюсь, понеслась душа В это время, пока я раздолбливал ящик, Элдор так орал и говорит Давайте скорее, давайте скорее, меня этот чувак пугает Реально орал просто, ну давайте Жалко этого не ставили, это было смешно потом вспоминать Это вот этот чувак его пугал Прямо сразу за сетка был, вот Элдор и снизу этот чувак Явно был напуган этим чуваком Семь, четыре, пять, один Протянется? Получилось? Да Отлично Освобождайтесь вы, вот следующего, там есть другой, что вас вдруг, нам дальше Сколько их здесь? Думали, уже все, Дива, закончилось Но оказалось то, что есть еще один участник, который просто молчал и выглядел как просто интерьер Вообще полнейшая тишина, мы там даже пока искали код к замку Элдора, мы прошли в ту часть зала, мы там реально топали, ходили, слышно было, что мы разговариваем Типуля вообще ни одного звука не подал, это было так дивно Вообще, ну то есть мы были реально в метре от него, он вообще ни одного звука не подал И как, почему, он мог типа нас там сказать, пацаны, я здесь, меня еще нужно освободить Но он просто молчал Он потом закричал, как-то зашевелился, я вообще испугался, что ты думаешь, что за хрень Стой, 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 нет, 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 так не пойдет Тут есть ножницы Давай сюда Обрежь Вот, еще здесь, стяжки, стяжки, стяжки Есть еще? Да Нет, четыре стяжки Пацаны, я еще надо Спасите, я спасите, еще надо Сейчас, вот у меня еще стяжка Два Давай, давай О, вот и он Наш Егор Харло или Харло Уфорбин Распутывайте Распутывай, распутывай Давай Мы его как-то позже начали даже фейсом называть Егору буквально вот здесь он татушки сделал И когда он особенно в шапке, это просто вот фейс Он потом еще ходил в шуточки на эту тему шутил, песенки напевал Я спросил ребят, что происходит, они сказали то, что скоро взорвется бомба и что надо спасать близняшек Ребята, вы должны пойти в следующую комнату Нам сказали, что там вы узнаете, куда нам надо дальше ехать все Реально девочки ничего не знали, что нужно им Буквально пару каких-то предложений сказали, что делать, как и все Все, все, типа делайте что хотите Это все? Это еще не все Пароль от бомбы должен быть связан с хайбрикс Это все, дети об этом Ну интересно, что было так по Лайтове, чем нам, просто сидели на бочках Ну все, сиди там Теперь вы должны, наверное, меня освободить Да ладно Будем освобождать или нет? Ну в смысле, как это не будете? Вы что, меня будете здесь бросать? Вы должны придумать, как меня освободить Да ладно Подожди, а как тебя освободить? Там код, там код есть, там код Давай, загадка После того, как я освободил ребят, мы нашли карту Надо было по этой карте сориентироваться, что нам делать дальше Я предлагаю сжечь стул Не, подожди, можно сжечь стул? Ты грязный Это не важно Подожди Да, 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 да Хорошо У него тоже, ну, 4 Код Одень 980 Из 4 символов Одень 980 Не, ну это че, с ним могли Еще ладно, 94, но 87 Это тебе трецаха Ё, вырослоплячу Зачем мы освобождаем? Ну все уже Я считаю себя довольно таким, ну, смышленым И для меня это, как бы, больше, наверное, нравится разогнать китологические задачки И выходить из трудного положения Ну да, парик такой, типа, пацан, реально прошаренный прямо Максон, все очень просто Посмотри на дерево, есть одна цифра Ага То есть ищи красный помест 7, вон, 5 5, 7, 5 Нашел раз, цифру 2 1, 7, 5, 9 А потом, там, третью, четвертую Да, мы сделали 7, 9, 1, 5 Красавчики, пацаны Я молодец, да Клин, Миша, не Сережа Я молодец Тут якорек, значит, там какая-то Я, вы должны девайся HyperX по дороге Я думаю, что там яхта, там, Де, ну там, все Будет там Вот, а чурма беленькая Хорошо Вопрос только с той стороны, либо с той Нет, посмотри, если мы стоим, я полагаю, что вот там Нет, может, у нас будет талисман котенок Погнали с нами Идем туда Еще один Типуля Где он? Вообще изи, ну Одни там червей лицом хавают, блин А другие поджигают веревку, которой они перевязаны с микроскопической вероятностью себя поджечь А эти... Шампусик Салон красоты Вообще изи Ой, красотки, конечно Слишком вези карты попалась Ребят, здесь есть пазл Когда я начал собирать пазл, я увидел то, что на ней изображены буквы Собрав эти буквы, нам нужно было разгадать слово, которое здесь написано Пацаны здесь молодцы, конечно, они быстро среагировали на пазл, быстро собрали Тем временем мы с Антоном ходили по помещению, искали какие-то другие подсказки И вот как раз вот нашли Нашли комп, реально, рабочий комп На обоих был skype, туча девайсов hyperx Ладно, мы как бы помнили, где какие кнопки находятся реально Но мы боялись, что организаторы могли просто поменять значение на этих кейкапах То есть, допустим, оставить английские символы на своих местах Но при этом поменять русские символы То есть, грубо говоря, взять английские кейкапы На них лазером там проделать символы русские Уже для того, чтобы мы ввели коды И поэтому нам реально надо было найти эти кейкапы Хотя, в принципе, пытались и без кейкапов сделать что-то Но у нас ничего особо не получалось Несмотря на то, что мы, в принципе, помнили, что к чему И вот у ребят здесь на столе даже печатная машинка стоит Мы брали эту печатную машинку для того, чтобы по ее символам, клавишам Примерно ориентироваться к чему Но мы потом поняли, что нет, там все-таки раскладка другая Вот, кстати, еще один символ, ребята, шестерка Шестерка только что была символ, запомните Это кейкапы, мы нашли кейкапы Я не буду на руки швать Чего? Это желе Господи, что там такого? Ну серьезно, ну желе Чего ты на руки не совать? Это желе киеве Желе киеве Дайте ложку Открыли, Антон достал, руки замарал, красавчик, молодец Еее, бой Какая сука мерзость Но я начал доставать, это было самое противное, наверное Но хотя бы пахло вкусно Как-то надо было Обычное желе Мне кажется, здесь из-за этого всего складывается какое-то слово А-ник-жабг Слово дня просто, аник-жабг Брейншторм Жаканим Кан Так долго рожали вот этот аник-жабг Реально долго, столько разных вариантов было Это было тяжело Что-то ни у кого мозг не работал нормально Но в конечном итоге Все решилось Хотя решалось реально долго Просто этого не вставили уже сюда Не вставили наше обсуждение Не вставили то, как мы немножко там даже Слегонца чуть-чуть поругались на тему того На каком языке вообще все это должно быть Потому что мне казалось, что это нужно Собрать какое-то слово из английских символов То есть, грубо говоря, смотреть на русскую клавиатуру Но при этом записать, например, английские символы И уже из этих английских символов составить какое-то слово Но в итоге ребята сказали Давайте попробуем попроще И они были правы в этом смысле И мы начали собирать на русском языке слово Мы рожали долго вот так и просто в четырех Нагибаш И тут мне что-то вот просто, как, знаете Молния в голову стрельнула Багажник 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 чего? Может это пароль? Найс Все, супер Найс Так Так, теперь нужно понять, что в Steam есть Смотри, есть торрент и скайп Блин, а блой и скайп Приложение скайп и все Алло, мы здесь, вы слышите нас? Алло Вы кто? А вы кто? Не важно кто мы Это прикол какой Вы что там пьете? Нам девочек нужно спасти Назовите какую-то полезную информацию Вы что там пьете? Мы очень красивые, нас трое А теперь ваша очередь Нас четверо У вас, короче, один лишний, ребят Прости Что с вами произошло? Может быть, что с вами произошло поможет нам сейчас Адрес, а нужен адрес Спаси их адрес Мы, месимся в Госпаке Девочки, скажите свой адрес Скажите адрес Куда куда ехать? К вам приедет очень красивый парень Ой, вот это че господи Вот это ванильно слинтявая тема Ну, Антон Блин Нууууууууу Емаё Я именно после этого тебя начал называть Именно поэтому И после этого я начал называть тебя Я не помню Не помню человек Пафос Как я там Teя назвал Ну блин, ну... А если сильно красивый, то может и скажем. Чеховская, 18 адрес. А на что ты так говоришь? Мне лестно. Это я. Стоп, стоп, мы дали инфу. Теперь вашу очередь. Что мы нашли? Теперь нашу очередь. Короче, мы сейчас находимся в какой-то непонятной вилой комнате. Нашли комп и еле подобрали пароль к компу. И как раз багаж. И все такие стоят, улыбаются. Саня такой. Девочки есть. Хотя Егору видать пофиг. Да, мы в багажник, точно. У вас в машине багажник есть? А Антон воздушевлённый какой-то. Посмотрите, может быть, в багажнике у вас что-то есть. Ну, сейчас мы не можем посмотреть, уж извините. Но... Ну ладно, допейте шампанское и посмотрите, пожалуйста. Да, мы подождём. Короче, всё, смотрите в багажнике, а мы поехали разминировать девочек. Всё, алибидерчи. Что поехали делать? У нас после этого так горело. Мы уже тогда поняли, что девочкам какая-то просто изи выпала. Что они едут на лимузине, пьют шампанское. Но мы на самом деле думали, что это просто связали нас какими-то там, не знаю, абсолютно не относящимися к проекту людьми. Мы изначально именно так и подумали. И мы такие, типа, чё? Тут, типа, разминировать бомбу. И чё-то как-то по стилю не клеится к тому, что мы звоним каким-то девочкам, которые тусят в лимузине. Вот чуть-чуть, но пригорело, конечно. Чё, разминировать девочек? Да, это намек на то, что мы бомба. Походу, нет, походу в багажнике какая-то бомба. И, типа... Алла, как он? Да. И они должны разминировать её. Это, типа, как игра Counter Strike или что? Ну, да, здесь уж Counter Strike. Вы в заложки? Мне нравятся такие заложки. Надо от багажника посмотреть. Мне кажется, надо проверить. А вы могли бы остановить? Смогут ли участники выбраться из-за подни? Вот это вот мне, конечно, так себе нравится, блин. Ну, оборвали на самом интересном, на самом прикольном. Показали только половину всего, что происходило. В плане того, что уже показали. А ко всему же ещё и показали половину только... Вообще всего квеста. Ну, то есть взяли и... Типа, всё. В лучших традициях, не знаю, каких-то сериалов, на самом деле, хороших сериалов. Но стоит отдать должное, конечно, тем, кто монтировал всё это и делал. Реально очень... Очень чётко, прям вот прям в очень правильный момент взяли и остановились. Потому что я, когда смотрел, у меня была огромная интрига по поводу того, что происходит дальше. Не знаю, как у вас. Вы пишите в комментариях. И заодно скажите там. Вообще нравится такой формат подачи этого видео. Либо нет. С детализированными объяснениями того, что происходило. Потому что я вижу в этом смысл. Я увидел эту серию. Я увидел, чего лично мне там не хватало. А мне не хватало каких-то деталей, отношений между людьми. Просто половины не показали того, что происходило. Всех переживаний. Мне кажется, если бы это показали, то хотя бы такую, знаете, эмоциональную подоплёку всё это взяло дополнительную. Так что, ну давайте уже досмотрим. Вот буквально кто-то остался на острове. Один человек, получается, там приколен к стулу, что делать. А пока ждёшь. Ну я на самом деле не знаю, что там происходило у ребят. Мы даже после самого проекта не общались на эту тему. Даже специально, чтобы как-то не делать спойлеры друг другу в плане того, что происходило. Ну я вот интересно смотрел. Я надеялся увидеть, что, как там. Но мне не показали. Я не знаю этого. Ну и на этом всё. Хочу вам только показать. Ребята, смотрите. Заходим на сайт HyperX Battle. И здесь можно просмотреть расписание выхода следующих серий. Вот что мне понравилось. Это реально вот то, что серии не будут раз в неделю выходить. Будут за неделю выходить сразу же две серии. Две. Реально. Вот, например, смотрите. День первый. У нас PUBG. Вот первая серия показывается. И сразу вторая серия смотри с 10-12. А сегодня у нас 29-ая. То есть в пятницу, в 7 вечера, я так понимаю, будет следующая серия. И я думаю, в пятницу я сразу же, когда выйдет серия, буду записывать это впечатление и выкладывать на свой канал. Ко всему же, 2-го числа я планирую стрим на основном канале FE. Так что приходите посмотреть. Пообщаемся с вами. Но не суть. Давайте продолжим по HyperX Battle. То есть реально будут публиковать две серии в неделю. Я боялся, что они будут растягивать все это на в два раза больший период. То есть по одной серии в неделю показывать. Растягивать все это на сколько там, 12 или 14 недель аж. И это было бы скучновато, как по мне. Но сделали даже правильнее, как по мне. И будут две серии за неделю, выдерживая небольшую интригу между сериями. И это будет классно. Что вы будете получать от того, что вы будете все это смотреть? Ну, во-первых, конечно же, впечатление. Вы будете знакомиться с новыми людьми. Потому что я познакомился с новыми ребятами на этом проекте. И мы очень сильно подружились. Они безумно крутые. Ну, я получил колоссальное удовольствие от общения со всеми ими. Не все они мне понравились сразу же. Если я правильно понял, что нужно делать. Нужно голосовать за человека, которого вы хотите поддержать. Например, вышла новая серия. И вы хотите сказать, например, где-то кто самый прикольный чувак в этот день. По вашему мнению. Всех нас очень много. Здесь даже, кстати, вот полнейший спойлер по поводу того, кто на проекте. Кого еще не показали. А некоторых не показали. И здесь вы можете просмотреть, во-первых. Во-вторых, проголосовать за кого-то, кто вам больше всего понравился. Мне, конечно, будет приятно, если вы проголосуете за меня. Прям капец как приятно. Но я же не могу влиять на ваше мнение. Это уже только на ваше усмотрение. И вместе с голосованием можно участвовать еще и в конкурсе. Будет разыгрываться вот игровой ком, геймерский сет. Сразу мышка, клава, гарнитура, коврик. И по идее все. И отдельно клавиатура с гарнитурой будет разыгрываться. Ну, короче, призов реально много. Вам есть за что постараться и побороться. Учитывая, что призы очень стоящие. И, например, вот наушников HyperX Cloud Alpha, они дорогие. А их сразу 20 штук. Это дофига. Все, я здесь уже очень много наговорил. Я думаю, в следующий выпуск, мой выпуск разбора полетов будет даже короче, чем получился этот. Потому что я не буду тратить время на объяснение конкурсов. Там, что вы можете получить и так далее. И будет еще интереснее смотреть. Так что спасибо большое за то, что вы пришли на мой канал. Посмотрели это видео. Прожимайте лайки под видео, если оно вам понравилось. И хотите, чтобы я выпускал разбор полетов еще и еще и еще с каждой серией. Все, ребят. Спасибо большое за то, что смотрели. Люблю, целую. С вами был Руди. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok